Более четверти века он отдал службе в армии. Сначала советской, потом российской. Имеет государственные награды. Поначалу роль экскурсовода для Василия Сафронова была непривычной, но постепенно втянулся. Тем более, что многие экспонаты этой выставки уникальны. Флаги военно-морского флота. Это у нас тоже ветераны военной службы, где они служили, сдают сейчас тоже. Сплыни подводной лодки на Северном полюсе. Комната воинской славы создана на базе Ленинской районной ассоциации уволенных в запас и отставку ветеранов воин и военной службы «Перспектива». Экспозицию под руководством Василия Яковлевича собирали всем миром. Над этой комнатой мы еще начали работать 10 лет назад по просьбе родителей, потерявших своих сыновей в Афганистане и Чечне. Материалы, все экспонаты представляли матери погибших. Вот эти витражи, нижнюю часть заполнили именно материалами раскопок. Андрей Бирюрин – ветеран боевых действий в Афганистане. Службу проходил в 201-й мотострелковой дивизии 783-го особого батальона. Именно это подразделение последним покидало афганскую землю. Он также работал над музеем. Сколачивал стенды, собирал витражи, предоставил несколько экспонатов, многие из которых, как, например, макеты боевой техники, которая воевала в Афганистане, сделал сам. Своими руками, с пищевой жестью, паяльник, ну и всякие хитрости там были технологически такие применены. Изначально выставка посвящалась тем, кто погиб в Афганистане и Чечне. Но постепенно экспозиция расширялась. Здесь есть материалы, посвященные Великой Отечественной войне, современности и истории русского оружия. Комната воинской славы не столь известна в видном, как другие музеи. Но те, кто создавал ее, всегда рады гостям. Дети приходят, вот, ну все это вот рассказывают. Василий Яковлевич, там, или кто там с группой приходит. Я часто прихожу, вижу здесь кто-то обязательно бывает. Благодарны мы вот за создание всего вот этого Василия Яковлевича. Спасибо ему огромное. В памятные даты и праздники в комнате воинской славы проходят мероприятия, в которых участвуют и те, для кого, прежде всего, создавался этот музей. У Раисы Сергеевны Соломатиной в Афганистане погиб сын. Для нее каждое посещение комнаты воинской славы как лекарство для незаживающих душевных ран. Боль наша, которая постоянная, эту боль не уберешь. Она как-то уходит на второй план. Я думаю, всегда возвращаюсь окрыленной. Честное слово. И жду, не дождусь, когда мы еще сюда придем. Два года назад Василий Сафронов уже участвовал в соискании премии губернатора. Но тогда комиссия не оценила проект. В этом году все, кто работал над этой выставкой, получили официальное признание. Премия губернатора, я считаю, это, конечно, хорошая инициатива. Она должна продолжаться. Она как бы людей привлекает. И каждый человек может проявить активность. Экспозицию выставки может увидеть любой желающий. Она расположена на улице Тинькова, недалеко от станции Расторгуева. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.